Завод в Ершово открылся в 2009 году. На сегодняшний день это основной объект инвестиций Валио в России. Предприятие специализируется на изготовлении плавленого сыра Виола и нарезке желтых сыров Альтермани. На открытие новой производственной линии приехала генеральный директор Валио Аника Хурме. Она высоко оценила работу завода и поблагодарила его сотрудников за проделанную работу. По ее словам, компания Валио продолжит развивать российское подразделение. Андрей Иванов уверен, что расширение иностранного производства – показатель инвестиционной привлекательности района. Предприятие для нас интересно прежде всего, потому что это рабочие места. В основном здесь работают жители Одинцовского района и соседних территорий. Порядка 200 человек работают на предприятии. И введение новых мощностей добавляет еще работников, что для нас тоже очень важно. Оборот компании по прошлому году был около 350 миллионов, что для нас тоже хорошая налогооблагаемая база. Это налоги в бюджет, которые потом пойдут на развитие социальной сферы. По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, увлечение производства положительно скажется на инвестиционной привлекательности всего региона. Московская область шла в десятку лучших регионов инвестиционной привлекательности. И, конечно, взаимодействие с компанией «Варио» – это один из таких ярких примеров такого успешного взаимодействия. Мы очень рассчитываем на дальнейшее движение вперед. Те результаты, которые вы уже достигли, нас, конечно, впечатляют. Вы знаете, нашим губернаторам поставлена задача существенно увеличить объем производства сыра на территории региона. Выйти на второе место. И мы очень рассчитываем, что компания в этом плане нам активно поможет. После запуска новой производственной линии директор завода «Варио» провел для гостей экскурсию по цехам. Он показал новый плавильный котел, который способен перерабатывать 17,5 тонн продукции в сутки. Лабораторию, где проверяют качество сыра, рассказал о нюансах производства и работы с персоналом. Помимо технологий нужно еще создать нормальную командную работу. В этом плане у нас проводится большая работа по развитию компетенции сотрудников, по развитию знаний, навыков. То есть я могу сказать, что это один из самых важных моментов для того, чтобы производить качественный продукт. Иметь хороший, обученный, мотивированный персонал. По словам директора завода, в ближайшее время штат сотрудников увеличится до 250 человек. Уже сегодня открыто порядка 15 вакансий. Продолжение следует...